Пенни фартинг – один из ранних вариантов велосипеда, легко узнаваемый по огромному переднему колесу. Первые экземпляры стали производить в районе 1870 года, и концепция успешно дожила до наших дней, устраиваются даже гонки. А умельцы объединяют классическую конструкцию и современные материалы, получая вот такие результаты. Разумеется, нынешнее прочтение классики не обошлось без электропривода, а также карбона, специальной пены, разнообразных пластиков и прочих современных материалов. Аккумулятор засунули в сиденье, оно легко снимается, а для красоты в корпус добавили светодиодов. Прототип, пишут авторы, полностью готов к эксплуатации и является своеобразной данью уважения эпохе энтузиазма в отношении технологий и изобретений. А вот такой супертрайк можно получить только под заказ. Собирает чудо-технику в США, причем не где-нибудь, а недалеко от космического центра НАСА имени Линдона Джонсона. Под стать месту сборки и технологии владельцы трехколесных зверей получают. А LCS-систему на стыке бионики, механики и электроники. Она отслеживает движения райдера и помогает в управлении. Copilot — так называемую систему второго пилота, она пригодится для лучших результатов на гоночном треке и контроля в сложных условиях. В качестве основы для сборок применяют и уже готовые серийные решения, например, двигатели от мотоциклов Yamaha R1 и Honda Goldwing. И это только начало, пишут мастера на своем сайте. Интересно, что же будет дальше? Сколько времени офисные работники тратят на перемещение между кабинетами? Точной статистики нет, но теперь можно уверенно сказать, есть способ это время сэкономить. Ведь в Volkswagen соорудили кресло-мобиль, и все серьезно. Запас хода в 12 километров, скорость до 20 километров в час, стереосистема и подсветка. И коллеги и начальство будут в шоке от оперативности сотрудника в таком кресле. А еще здесь есть камера заднего вида с экраном в подлокотнике, подогрев, полный привод. Не у всяких серийных авто настолько крутая комплектация. И даже небольшой багажник предусмотрен, для ноутбука и документа места хватит. Так что теперь оперативно приезжать в офис или уезжать обратно на удаленку станет намного проще. Время насладиться отдыхом на воде. С этим поможет коллектив Сиду. Дела идут неплохо. Еще в 2016 году доля гидроциклов бренда на мировом рынке составила более 45%. А еще инженеры компании придумали вот такую штуку – доску на подводных крыльях с электроприводом. Новинка будет доступна в 2024 году. О характеристиках пока известно не слишком много. Согласно профильным сайтам, вес доски ожидается в районе 35-40 килограмм. А максимальная скорость не ниже 40 километров в час. Поскольку корпус выглядит достаточно большим, запас хода может превысить два часа. А на сайте Сиду упор пока делают на универсальность. Кататься можно и стоя, и лежа, и простоту. Обещают, что справятся даже новички. Почему бы не сделать ролики не просто для развлечений, а для повседневной езды? Наверняка многие по достоинству оценят возможность объехать пробки и не опоздать на работу, да и для курьеров тема интересная. Варианты уже есть. Вот такие ролики предлагают максимальную скорость в 25 километров в час. За 757 долларов счастливые покупатели получают пару коньков, пульт управления, сразу два зарядных кабеля и комплект для фиксации обуви с системами UFS и Trinity. Дальность на одной зарядке 15 километров. На пополнение энергии уйдет полчаса, причем аккумулятор снимается. Окончательный дизайн основан не только на видении разработчиков, но и на отзывах профессиональных райдеров. Как будут выглядеть мотоциклы будущего? Ответить на этот вопрос попробовал дизайнер следующего концепта, который был создан специально для компании BMW. Целевая аудитория – яркий молодой человек с экологическим мышлением, так что приходится соответствовать. Габариты – как половина обычного мотоцикла. Двигается он за счет переднего мотор-колеса. Вместо заднего колеса – сфера. Правда, на первый взгляд сложно назвать транспорт удобным или хотя бы безопасным. А вы что думаете, действительно ли в будущем появится такая техника? Впрочем, многие подобные смелые идеи уже воплощаются в жизнь. Например, вот такой одноколесный электрический мотоцикл с оригинальным способом управления. Работает все за счет датчиков движения. Наклоняетесь вперед – мотоцикл ускоряется. Откидываетесь назад – замедляется. Разогнаться получится до 16 км в час. Грузоподъемность техники – 118 кг. Колесо достаточно широкое, что в сочетании с системой балансировки и низким центром тяжести делает новинку интересной и для начинающих райдеров. Дальность хода на одном заряде 24 км, а примерный ценник – около 6 тысяч долларов. Продолжаем в стиле фильма «Форсаж». Вот такие трайки строят специально для эффектных заносов. Дизайн может меняться, но суть остается одна – низкий центр тяжести, широкие задние колеса, часто снимаемые с гоночных карт, плюс узкое и большое переднее. Как же достать такую технику? Многие умельцы собирают дрифт-трайки своими силами, а для неуверенных в своих силах есть серийные модели. Например, за 380 долларов на Амазон можно найти модель с 10-дюймовыми задними колесами и регулируемым сидением, которое без проблем выдержит вес взрослого человека. А еще дрифт-трайки неплохо кормят кастом-мастерские. Ценник на оригинальные модели легко пробивает 2000 долларов. А вот и техника для бездорожья. Она готова возить пассажиров и грузы не только по земле, но и по воде. Это судно на воздушной подушке вмещает до 6 пассажиров и радует грузоподъемностью в 600 кг. А еще доступно множество опций, но обо всем по порядку. Скорость судна по грунту 70 км в час, по воде 85 км в час. Расход топлива в крейсерском режиме 25 литров в час. Салон при необходимости трансформируется, доступны даже спальные места. А среди дополнительных опций камера заднего вида, автоматическое открывание дверей, круиз-контроль, световое оборудование и улучшенная шумоизоляция. Цена стартует от 51 тысячи долларов. Вам нравится дышать загрязненным воздухом? Хотите просто так тратить свое драгоценное время в пробках? Спрашивают разработчики этого веломобиля. Их можно понять. Например, во Франции летние отпускные пробки растягиваются суммарно на 800 км. И решение проблемы как раз веломобили. Это маневренный, компактный и экологичный транспорт. Представленные модели доступны в классическом и в гибридных вариантах. Первый только с педалями, второй еще и с электродвигателем. Длина веломобиля около двух с половиной метров, ширина 75 сантиметров. Весит транспорт 37 килограмм. При желании доступна куча опций вроде аудиосистемы, сигнализации и более стильного интерьера. Ценник в районе 5600 долларов. Добыча полезных ископаемых, объезд территорий, доставка грузов, обслуживание удаленной инфраструктуры. Все эти задачи становятся проще, если в наличии вот такой вездеход. В распоряжении владельца двигатель на 99 лошадиных сил и возможность штурмовать горки до 35 градусов и плавать, в том числе по болотам. Управление стало проще благодаря программируемому джойстику и системе Plug and Play для подключения различных апгрейдов, вроде дополнительного освещения и вентиляции. Полезная нагрузка техники 1,8 тонны, максимальная скорость 22,5 километра в час, а еще вездеход модульный, то есть собрать его можно прямо на месте силами двух человек. А вот такой скутер удивил гостей парижской выставки Salon De La Moto еще в 2013 году. Это была первая в мире серийная трехколесная модель со складной крышей. А вообще история этой техники началась еще раньше, в 1996 году. Именно тогда итальянец Николо Позио захотел сделать транспорт идеальный для езды по мегаполисам. Стартовая модель AD1-200 предлагает двигатель Peugeot на 190 кубических сантиметров и 19 лошадиных сил. Более продвинутая AD3-400 дает уже 399 и около 37 соответственно. В компании отмечают, что простота делает скутеры подходящими в том числе для женщин, например, это неплохой вариант для шопинга. А переднее стекло даже оснастили дворником, ведь кататься на скутерах отмечают в описании комфортно в любую погоду. На очереди хендбайк — велосипед, для езды на котором потребуется поработать не ногами, а руками. Эта версия идеальна для прогулок по бездорожью и радует крутым дизайном. Вилка и рама — ручная работа из алюминиевого сплава 7020. Он используется в производстве мотоциклов, на стройках и даже в авиационной индустрии. Приятный бонус — можно выбрать шатун, кассету, цепь, систему переключения передач и прочие компоненты. А для новичков или ценителей особо долгих выездов предусмотрен гибридный вариант с электрическим мотор-колесом. Цена за все это удовольствие стартует примерно от 6500 долларов. В курсе ли создатели, что в некоторых странах за эти деньги можно купить подержанное авто? Как вам вот такой скутер? Причем не от кого-нибудь, а от креативного дизайнера Jaguar Land Rover. Образ навеян разработками компании Steyr Daimler Puch. Она была основана в 1864 году и упразднена в 2001. Велосипеды, мотоциклы, автомобили, самолеты и даже оружие — чего только в компании не делали, так что простор для вдохновения действительно есть. А следящие за трендами зрители наверняка уже вспомнили Polestar SLR — вот такой проект в стиле скандинавского минимализма. Концепт скорее развлекательного толка, поэтому автор не указал характеристик. Зато заботливо показал, что в секцию для багажа помещаются не только бумаги и напитки, но и бонсай. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал BrainTime! Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего! Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны — все это и многое другое вы найдете здесь! Подписывайтесь, не пожалеете! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова